Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. Мы нашли таки пленного Саламандру. Так. Десять оранов? Легко. Держись подальше от пленника. Я просто хотел задать пару вопросов. Тихо. Че ты так орешь? Он пытается что-то сказать. Кальштейн. Кальштейн, он... 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 Зачем ты пришел сюда? Пленник потерял сознание, убирайся! Шшшш, я что-то слышу. Какой-то шум в коридоре. Проклятые головорезы. Их послал могила. Могила? Разберемся. Мы все умрем. Надежды нет. Надо было бежать, пока было возможно. Иди сюда. Иди сюда. Да, действительно. Это похоже на людей могилы. Мы все умрем. Это... Это... Какое-то... 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 Дорогие... Эти ублюдки еще сзади зашли. Мы... Так, ну чё скажешь городской страж? Разберусь. Значит тут же идём к могиле. Без вопросов, без проблем. Просто идём к нему. У него никаких шансов, он не отвертится, что пытался прикончить пленника, который мог что-то сказать. Здорово, стражники. Так, знаете, давайте сделаем всё по-умному. Сначала я дождусь такие... Дождусь такие утра, продам оружие и прочую требедень, и потом уже двинусь убивать могилу, потому что... Ну как убивать? Может просто он мне что-то расскажет по-хорошему. Вот вышибалы могилы стоят. Это его дом. Но для начала нужно продать кое-что. Вечный огонь. Су-можно взгля-прости-прощай. В смысле? Сударь, можно взглянуть. Простите, сударь, но мы продаём товар только друзьям ордена и прощай. Не понял, щас. Чём дел? Могу я? Нет, пока. Друзей орден, так я ж друг. Подожди. Ты кто? Кто ты такая? Что за горе? Мой муж преследует меня. Преследует? Мой покойный муж преследует меня. Интересно. Расскажи подробнее. Может, я смогу тебе помочь. Да что тут рассказывать? Месяц назад мой муж умер и стал привидением. Теперь он преследует меня в собственном доме. Воет по ночам. Продолжай. Что хуже всего, в полночь он летает по кладбищу и выкрикивает обо мне вся... Я постараюсь. Но это будет стоить тебе 200 воренов. Такова цена моей работы. 200? Изрядная сумма. Что за мир? Что за... Не трынди. Я разобрался с твоим мужем. А у тебя есть доказательства? Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Доказательства? Какие доказательства? Ты ничего не говорила о доказательствах. Плати золото. Ты хочешь лишить беды? Тише, тише. Разве ты не боишься, что тебя увидят в компании ведьмака? Будь ты прокляд! Забирайся! Зигфред! Геральт, я хотел спросить... Ну? Прежде чем ты... Ладно. Хочу обратить твое внимание на несколько немаловажных факторов. Приму. Орден был создан с целью служить простым людям. Секунду. Вступить в него может каждый, будь то кмет, дворянин или ведьмак. Тертио. У рыцарей Ордена немало привилегий. Нет. Нет. Спасибо. Как и ведьмаки, рыцари Ордена уничтожают... Чудовище. Ну, что скажешь? Нет. Спасибо. Не за бесплатно, по крайней мере. Выполнено. Так. Ну, в таком случае я должен направиться... К этому кузнецу. У него может продать лишнее. Кузнец. Мальку. Так. Купить. Конечно. Золтан о тебе хорошо говорил. Ну вот. Что это такое, блин? Ерунда какая-то. За 60, а это за 10. Слышь, а этот твой товарищ торговец. Привет. И под мастер... Вера. Покажи мне свой товар. За 60, этот за 10 по-прежнему, да? Хорошо. Держи. Так. Сколько эта штука на цепи стоит? Две сотни, а топорик три сотни. Поэтому лучше брать топорики все-таки. Ну, это я имею ввиду с павших врагов. 10, 20. Вот эту за десяточку продаем. Селитру. Продаем. И черный порох, потому что бомбы я делать не собираюсь. Еще вот 4 кусочка. Потому как особой надобности в них нет. Я думаю, это все. Так. Все. Теперь пойдем, скажем, Кармен. И сходим еще за могилой. Кармен же ж тоже нам баблишка должна подогнать. Кармен! Вот она. Ты вернул? Итак. Ты что, свихнулся? Нет, кое-какие местные ребята о нас позаботятся. Просто они не могли справиться с этими уродами. Так что мы делали, что могли. Понятно. Что же это будет? У нас есть 200 оренов для тебя. Если ты не захочешь получить награду другим способом. Деньги. Хватит играть. Я беру золото. Как пожелаешь. 200 оренов. Спасибо. Мы благодарны тебе. Я расскажу девочке. Хорошо. Я получил скидку. Давайте оприходуем какую-то местную. Ты не познаешь истинное удовольствие, пока не попробуй. Что тебе подарить можно? У меня есть только шаги. Я шучу. Я понял. Сколько ты стоишь? 50. Да ладно тебе, ну. 50. Ну ты же сама хотела. 110. 110. О, пошли. Я не знаю, как благодарят принцессы, освобожденные из башни, но обещаю, что ты не разочаруешься. Надеюсь. Я тебя ловлю на слове. Ну, надеюсь, было неплохо. Так-с. Так собери деньжат, ты поимеешь. Так, доступны новые таланты. Очень хорошо. Вот, душа. Что тут нужно? Требуется лучшая алхимическая база. То есть, это мне нужно алхимию прокачать, что ли? Алхимия шаг 1 всего лишь, да? Выносливость, интеллект. Вот, интеллект. Но алхимии у меня нету, как бы. То есть, сюда мутаген нужен, там. Тут алхимии вообще, в принципе, как... Как элемента нету даже. Так, ну что, давайте вкинем... Вот сюда. И что еще хотел-то? Тут все прокачано, то, что мне нужно. Тут прокачано. Вот тут еще не прокачано повреждение в групповом стиле. Так, двадцатка. Тут двадцать пять. И, пожалуй, дело к ночи. Проклятые стражники! Я им говорю, что я не могу. Что у тебя? Что у тебя? Если хочет брать у меня снежок... Снежок? Я снижаю твоя голова. Стопэ. Ох, вы посмотрите, что он творит-то. Воу, это как я такую сальтуху замутил? Нормально. Надеюсь, ему понравилось. Так, теперь пойдем, собственно, к могиле домой. Нет, я вижу, ты не понял. Смешные вы, парни. Это все? Или будут еще претенденты? Возьму палку твою. Ключ. Тут ключ у меня есть. Че, его тут нету, что ли? Плохо. Но, в любом случае, ключ у меня уже есть. Тогда пойдем в таверну. Поговорим с ним там. И уже мне давно надо отчитаться перед Реймондом. Но, пока я все не завершу, к Реймонду не попрусь. О, кирпич и могила, они там. Поговорим с ним. Да. Я знаю, что говорю. Это не пустая угроза. Я должен поддерживать свою репутацию. Ммм, хорошо. Мне нужно поговорить с тобой о Саламандрах. Быстро! Когда я спросил твоих парней о Саламандрах, они явно начали нервничать. Мои парни недолюбливают Саламандр. Да и сам я к этим ублюдкам особой симпатии не питаю. Я тебе не верю. А я жрица Милители. Ты либо очень храбр, либо очень глуп, если пытаешься в чем-то меня обвинить. Ни то, ни другое могила. Жаль, ты не догадался. У них самих спросить, почему же они начали нервничать. А теперь проваливай. У меня терпение на исходе. Для чего ты связался с Ведьмаком Берингаром? А твое какое дело? Он был моим братом. Взгляни-ка на меня как следует. По-твоему, я похож на шлюху? Да. Да. Прощай. Твои люди напали на меня в лечебнице. С ума что ли сошел? Я послал туда своих людей, чтобы они вернули сюда одного из наших. И почему я тебе не верю? Плевать я хотел. Веришь ты мне или нет? Выродок, проваливай отсюда. В таком случае вышло недоразумение. Сожалею, что с парнями так получилось. Да уж. Жизнь и так, сука. Так в конце еще и подыхаешь. А теперь убирайся отсюда. У меня еще полно дел. Кажется, я понял. Мертвые не болтают. Могила, я иду за тобой. Трактирщик. Прощай. Ладно, трактирщик мне ничего не расскажет. Вот этот гонец принимает значки Саламандр. Но меня это не заботит. Ты. Вино? Да эта бурда ему даже в троюрные братья не годится. Поверьте, уж я-то в алкоголе разбираюсь. И что же это тогда? Разбавленная собачья моча, продаваемая под видом вина, в таких же вот гадюшниках. Поэтому я редко сюда хожу. А куда же вы ходите? Мне казалось, это единственная таверна в округе. Я живу в купеческом квартале. Но там закрыли все таверны. Не желаешь немного подзаработать? Давай. Ты упоминал какое-то поручение? Я бы хотел выпить хорошего вина. Я даже знаю, где его найти, но... Тебе нужно понимать... И в чем... Да, 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 я понял. Будет стоить 200 уринов. Будет стоить тебе 200 уринов. Да сколько угодно. Но я здесь... Где находится этот дом? И где находится этот дом? Если войти в храмовый квартал со стороны дамбы, то возле первого перекрестка слева будет дом. Как раз напротив спуска к каналу. Понял. Разберусь. Так. Ну хорошо, как раз загляну к Реймонду. Да пошли вы в жопу. Вышибало. Я тебя отзыв попрошу, ублюдок. Не повезло. Здорово, петушок. Что тебе нужно, Волк? Я раскусил, Саламандр. Хочешь знать правду? Слушаю тебя внимательно. Ты работаешь на Азара. Тебе повезло, что у меня хорошее настроение. Я тебя не убью. А теперь проваливай, пока я не приказал тебя отсюда вынести. Я до тебя доберусь. Не понял. Что ты... Я расслу... Я... То есть, я пока не могу его наказать? Это плохо. Ладно, чушь-то. А ну-ка. А че у тебя в погребе? Ничего вроде особого. Факел есть, золото есть. Ну вот, давай возьмем все, что можно взять и выходим отсюда. Ой. Да. Мало места в инвентаре. Ладно. Пойдем разберемся там с Веномтем. И заглянем к Реймонду. Тот должен дать какие-то зацепки. Где тут этот... Вот. Дом детектива. Получается, следующая дверь. Ох, ёб, вашу мать. Ни хера себе направил меня. За Веном, блядь. Не, ну я знал, что какие-то монстры будут, но я не знал, что их будет столько. Арбуз. Арбуз это полезно. Вот, Венцо. Блин, надо че-то выкинуть. Вот. Хорошо. С этим разобрались. Теперь пора к Реймонду. Собака. Не мешайся. Внимательно тебя слушаю, Белый Волк. Я добрался до пленника. Он что-нибудь сказал? Да. У меня было мало времени. На нас напали люди могилы. Ты уверен? Странно. Могила должен быть заинтересован в том, чтобы устранить Саламандр. Разве что я о чем-то не знаю. Евет мог его запугать или купить. Мы должны это проверить. А возвращаясь к пленнику, удалось что-нибудь из него вытянуть? Пленник успел сказать одно слово. Калькштейн. Точно, надо к нему заглянуть. Калькштейн. Да, в этом что-то есть. Калькштейн талантливый алхимик. Он мог принимать участие в экспериментах. Я встречал его. Он не похож на преступника. Знаю, но надо проверить все зацепки. За работу. Я наведу справки в городе, а ты пока последи за Калькштейном. Завоюй его доверие. Узнай все о его планах и секретах. Понял. Ну, чем займемся дальше? Расследование это как рыбалка. Необходимо терпение. Я больше люблю охоту. Тогда завоюй доверие Калькштейна. Выполни для него пару заданий. Узнай что-то, что его интересует. Может быть, он тебя наймет. И еще поговори с могилой. Только не дави. Характер у него отвратительный. Подожди. Да, ну это, в принципе, все. Ну ладно. У нас две нити. Так, расследование надо завоевать. Доверие алхимика. Ну что, я не знаю. Давайте заглянем все-таки еще раз к могиле. Может, что-то поменялось. Хотя, сомневаюсь я в этом. Честно говоря. Но потом я в любом случае загляну к этому товарищу. Калькштейну. Калькштейну, бог. Ёпт. Это все. Угу. Окей. Хорошо. Ничего он не знает. Хотя... Точно. Мне нужно к капитану. Капитан. Он же ж меня направил на этот склад. Он должен что-то знать. Калькштейн подождет. Проклятие. И еще надо будет заглянуть к моей подруге. Этой Шане. Может, она что-то скажет мне интересно. Так. Тюремщик Юс. Ну, на, пожри, фиштехо. Нет. У тебя ничего нет. Ты ничего не знаешь. А где ж капитан? Почему его нету по ночам? Что-то помню. Какая-то была с ним история. Но... Хрен его знает. Ладно, что. Пошли к Калькштейну. Какие у нас еще... Выбор есть, в принципе. Еще можно к Шане заглянуть. Точно. Ну, это так. Чего он хочет? Не стой там с открытым ртом. Скажи, что... Шане тут живет? Шане тут живет. Живет, живет. Тебя из лечебницы прислали. Очень на то похоже. Вид у тебя болезненный. Тебя, верно, боги наказать захотели. Спасибо. Да, я из лечебницы. Тогда подниму. Ха. Ты стареет. Бабулька. Привет, Шане. Геральт, нам нужно поговорить. О чем? В чем дело? В лечебнице была драка. Погибли люди. Я в курсе. Почему у меня такое ощущение, что ты в этом замешан? Ну да. Геральт, изволь объясниться. Ладно, ладно. Я хотел допросить заключенного. Несколько громил попытались нас прервать, и, увы, это их тела потом обнаружила стража. Хм. Мне это не нравится. Но я тебе расскажу то, что случайно услышала. Заключенного собираются переводить в безопасное место. Надеюсь, это тебе поможет. Шане, спасибо тебе за понимание и помощь. Просто нужно за тобой приглядывать. Спасибо, Шане. Я не знаю, чем это мне помогло, но ладно. Мне в любом случае нужно сейчас к Калькштейну. Ну, на обратном пути я загляну к нему. Может, что-то и поменяется. Не уверен, правда, но возможно всякое. Так, а где, блядь, живет этот Калькштейн, мать его, ёбка? Вот. Сюда, прямо, по тропинке. Сюда, сюда. Вот. Ассасинчики. Стой, не тот меч. Как дела, ассасинчик? Банк Вивальди. Вот, Калькштейн. Бедный Непись. За что тебя так назвали? Наконец-то хоть один храбрец откликнулся. И никто иной, как Ведьмак. Сам Геральт. Мы снова встретились. Мне снова нужна твоя помощь. Идет. В этот раз серьезное дело. Я наткнулся на нечто, что может стать сенсацией в алхимии. Более того, это связано с твоей профессией. Расскажи подробнее. Извини, я задумался. Шшшш. А, ну по объявлению. Я пришел по объявлению. Ты принес ко мне костный мозг Альгуля? Что? Что? Пока нет. Пока нет. Не мешк. Слышь, не ложись. Анимация, которая не прерывается. Работа. Ты хотел дать мне какую-то работу. Ведьмак, у тебя есть возможность помочь мне завершить дело всей моей жизни. В лесном болоте, около старой Вузимы, стоит таинственная башня. Не продолжай, я знаю эту сказку. Наверху принцесса, внизу дракон. Спасибо, я пас. Пожалуйста, помолчи. Мне очень нужно твое внимание. В легенде говорится, что башню построил маг и алхимик. Никаких принцесс, никаких драконов. А в чем заключается моя работа? Маг умер много веков назад. И про башню давно забыли. Сила, которая заключена в ней, вышла из-под контроля. И теперь она уродует существ, которые подходят к ней слишком близко. Короче говоря, создает монстров. Ну, тысячу оренов. Я согласен. Согласен. Ладно, но мне кажется, выполнить это задание будет сложнее, чем кажется на первый взгляд. Посмотрим, что я могу сделать. Если бы задание было простым, я не стал бы тратить время и деньги на ведьмака. Разумеется, попасть в лабораторию могущественного мага непросто. Сначала нам надо собрать подробную информацию об этой башне. Хорошо. И откуда мне взять эту информацию? Рассказы старых людей и болотных жителей. Легенды. Но больше все-таки стоит верить старым книгам. Записанная мудрость более надежна. Какие-нибудь названия? Ну, нам совершенно точно понадобятся врата тайны Ренсанта Альвара и старый алхимический трактат Айнсов Аур. Я знаю об одном экземпляре врат тайны. Его владельцем был какой-то краснолюд. Вторая книга, которую написал какой-то гном, давным-давно потеряна. Найти ее будет непросто. При случае ты сможешь испробовать мое последнее изобретение. Кристалл, который связан с местами силы и моей лабораторией. Он позволит тебе телепортироваться, расщепляя твое тело на миллиарды частиц, которые переносятся с места на место вне мировой линии в пространстве времени. Его я использую в местах силы, этого достаточно. И он перенесет меня в твою лабораторию. Я очень на это надеюсь. Есть вероятность ошибки, но минимальная. Калькштейн. Будут еще какие-то задания? Судя по всему, нет. По поводу башни. Да, где мне стоит... В книгах, Геральт. Ладно, послушай жителей болота. Ладно, расп... Ясно. Так, я пришел по объявлению. Понятно, как попасть на болото, я знаю. Так, книга страха. Орг. Не хочу это читать. Призраки. Так, понятно. Краткая энциклопедия Мини-Рам. Книга Филина. Основы алхимии. Составление алхимических мекстур. 70. Я бы взял, честно говоря. Вот клыки эти. Так, держи, короче, собачье сало. Так, дай-ка мне основы алхимии. Хотя... Может, я просто сейчас потрачу деньги? Просто так? Ну, давай, в любом случае. Может быть, это мне поможет чем-то. У меня уже 3 800. Мне еще там 2000 осталось. В принципе, понты. Так. Ну, я думаю, что это все, да? Это я уже читал. Основы алхимии. О! Что-то новое добавилось. Полевые растения. Это мне знакомо. Так. Ну все, пошли тогда на болото. Какие... Какие вопросы, блин. 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 Да ладно, они смешны. О, факел выбрасываем. И поднимаем вот этот топорик. Что? Что в жопу? Ладно, не важно. Так, давайте-ка подождем до утра. И что? А, нет, я еще хотел в лечебницу зайти. Там кого-то куда-то должны были переводить, типа. Лечебница святой лебеды. Такс. Не понял. А где? А куда его перевели? Что? Что это? Культы религии. Так, а ты это, блядь. Кольцо. Кольцо можно одеть. Книга. Давайте-ка почитаем книжку. Мы все умрем. Легкие. Надежды нет. Какое-то проклятие. Эльфы. Культ Милители. Вроде ничего особого нету, да? Ладно. Все, действительно ждем до утра. Продаемся. И встретимся, короче, на пристани. Так вот, я, в принципе, уже и на пристани продал там лишнее оружие. А, как вы видите, у меня уже почти 4000. Вот и паромщик на месте, и Деклон Дио Вуарден здесь. У тебя будет что-то интересное, нет? Я еще. Ты профессионал. Я пойду на болото как-то. Угу. Это все, да? Как дела? Ты ж понятно. Ну, ясно, я понял. Да. Торгуешь? Торгуешь. Ну вот, держи одну штучку. Да и все, пожалуй. Ты такой бижутерия торгуешь, блин, да. Не то, что мне нужно. Паромщик. Да, 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 да. Перевези меня на ту сторону. Время, деньги. Ты определяешь... Пять оронов, поехали. Готов? Ага, плывем на болото. Поплыли. Ужасная локация. Ненавижу ее. Сейчас посмотрим, почему. Я думаю, быстро вспомню. Помню, что там были какие-то отвратительные монстры. Типа пиявок, что ли. Что-то такое. Какие-то драконы там на холме. Они мне житья не давали. Короче, много всякой дряни было. Сейчас посмотрим. О, похоже, приплыли. Мертвые люди. Ну вот, нас сразу встречают, я думаю. Дедушка, чё скажешь? Я не твой сын, дедушка. Угадал, как меня зовут. Они меня тут зовут Дедуш. Меня называют по-разному. В основном Геральт или Паршивый Выродок. Людям нравится все преувеличивать. Ты ведь не паршив. Не хочу тебя обидеть. Без обид. Я уж точно за паршиве, если еще раз полезу через это болото. Да. Я ищу работу. Я ищу работу. А, Мичи. Кажется, я знаю, какую работу ты едешь. Может, ты захочешь сопроводить меня в часовню, чтобы я помолился? Я стар. И уже не... Хорошо. Я имел в виду работу, которая принесет деньги. Но все равно я отведу тебя туда. Ну что, пошли, дедушка. А че? А че такое? Кто напал? Да, я думаю, тут лучше брать серебряный меч и сразу же с ним ходить. Куда они бегут? Стой, тварь! А че такое? Ты сюда подошел, мать твою! Ты смотри какой, а! Да. Забавно. Какие-то останки позалетали даже. Это чье? А, это утопцев. Так. О, сломандры. Это что, неизвестный эликсир? Что за неизвестный эликсир? Давайте ёпнем. А. Неплохая штука. Так. Алтарь водяных. А что сюда положить? Давай рыбку. О, это самое. Ласточкины зелья. Пиявка, смотрю. Ласточкины зелья. Разб... Ни... Я... Балу. Знаешь, ты... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДА что тут за херня, блядь? Утопец! Мать твою! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Блин, когда этот эффект пройдет уже, ну... Это так бесит! Ласточку выпей, а то плохо мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 я тут нет ни кто там Но когда уже пройдет этот эффект? Он, конечно, удобен, но, блин, я не вижу, сколько жизней у врагов. Вот это плохо. Что это такое? Хенопс! О, сдох. Дедушка, возвращайся. Голова. Это какой-то большой хенопс был, да? Да, это какой-то стрёмный был. Так, ну чё, пошли. Дедушка, мы пришли. О, попустила. Спасибо тебе, сынок. Я не твой сынок. Нравишься ты мне. Заходи как-нибудь ко мне в гости, сынок. Покажу тебе свои книги, угощу тебя гуляшом. Чайку попьем. Ты ведьмак, да? Недавно я встретился на болотах с одним ведьмаком. Хорошим манером его явно никто не учил. Ему нужен был круг стихий. Ясно. Круг стихий? Это особое место силы, посвященное стихии земли. Им занимаются друиды. Если хочешь узнать больше, расспроси их как-нибудь об этом. Хорошо. Ты встречался с другим ведьмаком? С этого места поподробнее. Сынок, его звали Берингар. Он интересовался разрушенной башней. И выглядел так, как если бы, прошу прощения, у него был недельный запор. Наверное, это неправильное питание. И няня интересует его проблемы с желудком. Я знаю, сынок. Но он боялся. Он почти все время провел около ям, где эти идиоты купаются в глине, как кроты. Больше ничего не знаю. Спасибо, дедушка. Ты мне помог. Слышь, дедушка, тормози нахер. Я хочу помолиться в одиночестве. Да? Ну ладно. Тут обелиск есть еще один. Сифирот слился с обелиском. Он по древней магии все еще действует. Дом дедушки аж там. Я даже не знаю. Дедушка пошел в ту сторону. Стоит, конечно, наверное, пронюхать, что там дальше. Но, пожалуй, на этом я закончу серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. И до новых видео. Всем пока.